Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Работать на посту руководителя фонда никому не удается. За последний год возглавляли организацию трое человек. Программа Экономика. 13 уголовных дел за невыплату зарплат завели в регионе в 2020 году и это только по линии прокуроров. Общая сумма, которую работодатели выплатили после вмешательства надзорного органа, превысила 260 миллионов рублей. Так, производитель матрешек ЗАО «Сувениры» погасил почти 5-миллионный долг перед 76 работниками. Чепецкая компания «Полиспен» выплатила своим 87 сотрудникам также около 5 миллионов. Идут выплаты на предприятиях-банкротах. Белохолуницкий машостройзавод гасит долг перед более чем двумя сотнями работников на сумму более 6 миллионов. Компания «Металлстрой» имеет долг перед 40 работниками на сумму 2,5 миллиона рублей. И в целом в 2020 году выявлено более 6400 нарушений законов в сфере оплаты труда. К дисциплинарной и административной ответственности привлечено более полутора тысяч должностных лиц. И в суды направлено столько же исков в защиту прав работников. Налогоплательщикам рекомендуют более внимательно заполнять платежные поручения. С 1 января изменились банковские счета Федерального казначейства. Об этом предупреждает инспекция по Кирову. При заполнении платежного поручения рекомендуют обращать внимание на номер счета получателя средств. В реквизите номер 17 обязательно указывайте номер банковского счета из реквизита 15. Это номер счета банкополучателя средств. До конца апреля казначейство России установило переходный период, когда будут одновременно функционировать оба счета. С 1 мая будут действовать только вновь открытые казначейские счеты. Таким же образом меняются реквизиты для внесения арендной платы за муниципальное имущество и оплаты госпошлины за лицензирование розничной продажи алкоголя. В завершении о валютах доллар сегодня 73.36, официальный евро 89 рублей 15 копеек. Ольга Балезина, новости экономики в Кирове. Программа «Эхономика» на 101FM 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 Программа «Эхономика» на 101FM